Единая Россия утвердила тройку претендентов на пост губернатора Ненецкого округа. Накануне в Наринмаре состоялось заседание полицовета. Напомню, в мае Единая Россия принимала предложения по кандидатам от окружных некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, а также других политических партий. Причем все, кто направил свои обращения, поддержали одного человека. Утверждение кандидатур на самый высокий пост Ненецкого округа стоит первым вопросом в повестке полицовета. И прежде чем озвучить имена претендентов, секретарь регионального отделения Денис Гусев напоминает, следующий руководитель нашего региона будет избран по новой многоступенчатой схеме. Парламентские партии внесут губернатору Архангельской области для избрания максимум по три кандидатуры. Глава Поморья выберет пятерку лучших и представит их президенту России Владимиру Путину. Глава государства из предложенных кандидатур отберет три кандидатуры и внесет в собрание депутатов Ненецкого автономного округа. Из числа внесенных кандидатур окруженными парламентариями уже нового 28-го созыва предстоит выбрать губернатора региона. В мае региональное отделение партии «Единая Россия» принимало предложение о кандидатах на пост высшего должностного лица округа от некоммерческих организаций, органов местного самоуправления и партий, которые в соответствии с законом не могут сами выдвигать претендентов. Этим правом воспользовались Ассоциация Ненецкого народа Ясавы, Ненецкая окружная общественная организация ветеранов войны и труда, местное отделение Союза пенсионеров России, Всероссийского общества инвалидов и Российского Красного Креста. Все они высказались в пользу кандидатуры Александра Цибульского. Тем не менее, региональное отделение «Единой России» решило направить главе Архангельской области три кандидатуры. С учетом проведенных консультаций итогов предварительного голосования 3 июня опроса мнений предлагается внести к губернатору Архангельской области для представления президенту Российской Федерации следующие кандидатуры на должность губернатора Ненецкого автономного округа. Цибульский Александр Витальевич, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Кисляков Михаил Леонидович, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Рыболовецкий колхоз Заполярье, Чурсанов Александр Павлович, глава муниципального образования Телевисочный стильсовет Ненецкого автономного округа. Как пояснил Денис Гусев, Михаил Кисляков и Александр Чурсанов стали лидерами предварительного голосования, которое состоялось 3 июня. Спасибо, что выдвинули на должность губернатора Ненецкого автономного округа. Очень приятно, очень почетно. Я думаю, что такая возможность предоставляется раз в жизни. Конечно же, я хочу избраться не было там областного собрания, нежели губернатором, но хотелось бы пожелать Александру Витальевичу успехов в выборах. Всего хорошего. Благодарю за наказанное доверие, за столь высокую оценку. Также повторюсь, что надеюсь, что будут избраны депутатов в собраниях депутатов Ненецкого автономного округа. И считаю, что Александр Витальевич Цибульский является на сегодня у нас лидером и желаю вам победы. Всестороннюю поддержку Александр Цибульский оценил, сказав при этом, что общее доверие накладывает на него еще больше обязательства и ответственности. Спасибо за доверие. Я постараюсь его оправдать. Ну и своим соучастникам этого процесса я желаю успехов и надеюсь, что президент Российской Федерации определит те кандидатуры, которые сочтет наиболее достойным. Для того, чтобы занятие это действительно важное, крайне сложное и очень ответственное поступало. Решение полицовета по кандидатурам было единогласным. Теперь выбор регионального отделения будет направлен на согласование в Генеральный совет партии. Мария Владимирова, Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова